Депутат Законодательного собрания Свердловской области, обвиняемый в непредумышленном убийстве бизнесмена, не явился на суд, сказавшись больным, но при этом принял участие в сессии парламента. Сегодня в Серовском городском суде должен был начаться процесс, обвиняемым в котором выступает 35-летний депутат Свердловского ЗАГСО от ЛДПР Александр Коркин. Однако начало суда пришлось перенести из-за неявки подсудимого. Накануне, как сообщили в канцелярии суда, Коркин представил официальный документ, подтверждающий факт его временной нетрудоспособности. Тем не менее, с самого утра депутат находился на своем рабочем месте и даже выступал с трибуны по вопросу об утверждении кандидатуры уполномоченного по правам ребенка. На вопрос журналиста о его самочувствии ЛДПРовец ответил, что чувствует себя относительно здоровым, однако амбулаторно проходит некие процедуры, но как только выздоровеет, сразу поедет в суд. Как ранее сообщали в Управлении Следственного комитета России по Свердловской области, депутат Коркин обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ в причинении смерти по неосторожности 30-летнему екатеринбургскому бизнесмену Сергею Титову. Трагический инцидент произошел больше года назад, 5 сентября 2019 года на реке Сосьва в Серовском районе. В тот день компания из 8 мужчин, в которой помимо Коркина и Титова был и депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин, на двух катерах устроили речную прогулку по уральским рекам Сосьве и Лозве. Вроде бы на рыбалку, хотя было у них с собой и охотничье ружье ИШ-43Е 12-го калибра. Уже затемно в одной из двух лодок «Ямаха» прогремел выстрел, в результате которого был тяжело ранен в голову Сергея Титов. Спустя более часа пострадавшего доставили в поселок Гаре, от которого рыбаки в момент выстрела находились на расстоянии в 60 километров. Еще через полтора часа туда же прибыли полицейские, которые опросили всех участников речной прогулки. Заявивших тогда, что произошел несчастный случай, Сергей якобы потянулся за ружьем, спусковой крючок которого за что-то зацепился и дробь попала ему в голову. Этой же версии Коркин придерживается до сих пор, не признавая своей вины в произошедшем. Однако следователи считают иначе и намерены в суде доказать, что из ружья стрелял именно депутат. После ранения Сергей Титов был прооперирован, однако с больничной койки встать уже не смог и умер в Карпинской больнице 8 февраля этого года. Утверждая свою невиновность, Коркин заявляет, что полицейскими не было найдено никаких доказательств его вины. На оружии не обнаружено ничьих отпечатков пальцев, на его руках не было выявлено следов пороховых частиц. И даже полиграф, пройти который в ту ночь было предложено всем семерым свидетелям выстрела, по словам Коркина, подтвердил отсутствие лжи в его показаниях. Почему же тогда подозрение пало именно на него? Как рассказал сам депутат порталу Е1 по методу исключения. В каждом из двух катеров в тот вечер находилось по 4 человека. Помимо Титова и Коркина в их катере было еще двое. Один из них спал, а другой управлял лодкой, находясь рядом с мотором. И если Титов не сам выстрелил в себя, значит стрелял Коркин. А то, что ружье, поставленное на предохранитель, не могло выстрелить само, подтвердили эксперты. Более того, в корпусе лодочного мотора сыщики нашли 4 отверстия, 3 из которых имеют огнестрельное происхождение и обрамлены свинцовой металлизацией. А значит, выстрел не мог быть произведен снизу вверх, как утверждали свидетели. Также он не мог быть произведен с кормы лодки вперед, а только с носа судна, где и находился ЛДПР Вицкоркин. В СКР сообщили, что вина депутата подтверждается и другими доказательствами, добытыми в ходе 20 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, баллистических, генетических и иных. А также указаниями самого Титова на человека, стрелявшего в него. Дело в том, что раненый оставался в сознании. Говорить он не мог, но с помощью моргания глазами отвечал на задаваемые ему вопросы. При перечислении фамилий всех участников той трагической речной прогулки, он утвердительно закрыл глаза, только когда была произнесена фамилия Коркина. Но хватит ли этих доказательств суду, чтобы признать депутата виновным, будет видно в ходе процесса.